всем здравствуйте давайте сегодня мы поподробнее поговорим об очень декоративным и интересным и ярком растении это колиус но весьма нетребовательным и очень простом в уходе и выращивание процесс выращивания колиуса мы начинаем с посева семян сегодня у нас 17 марта и это оптимальное время когда мы можем начать посев вначале нам необходимо подобрать емкость у меня это обычный пластиковый пищевой контейнер с крышечкой как вы видите я его уже наполнила легким питательным грунтом увлажнила и сейчас буду приступать к посеву вот посмотрите пожалуйста как выглядят семена колиуса они достаточно мелкие и никакая заделка им не требуется то есть сейчас нехитрым приспособлением обычной зубочисткой предварительным ее немножко смочу раскладываю семена колиуса по поверхности грунта и чуть-чуть вдавливаю их совсем немножко и так готово семена я разложила но к сожалению ничего не видно поскольку семена черные и очень мелкие сейчас буквально еще разок я сбрызгиваю фазичкой и накрываю плотно наш контейнер и мне остается поместить наши посевы в теплое обязательно светлое место оптимальная температура для прорастания семян колиуса в пределах 23 25 градусов цельсия и нам остается дождаться всходов прошло почти три недели от момента посева семян колиуса вот посмотрите пожалуйста как выглядят его всходы буквально первые крючочки начали появляться через неделю от момента посева и сейчас как вы видите очень неплохие дружные всходы они немного наклонены в одну сторону поскольку рассада стоит под подсветкой но все же тянется конечно к дневному свету к окошку и так если говорить об уходе который необходим к колиусом на данном этапе это конечно хорошее освещение я использую подсветку не менее 10 часов либо солнечный подоконник только будьте осторожны от слишком жарких палящих солнечных лучей если у вас южное окно то немного растения нужно притянуть поскольку грунт высыхает очень быстро и это может повредить нашим молодым еще не очень окрепшим растениям полив по мере необходимости будьте также осторожны перелив как и не долив до слишком сильное высыхание грунта может повредить растениям и температурный режим в пределах 20 22 градусов цельсия посмотрим как будет чувствовать себя колиус через некоторое время прошло чуть более двух недель вот посмотрите пожалуйста как выглядит рассада колиуса в настоящий момент здесь конечно уже густой лес все растения заметно подросли у всех растений уже две пары настоящих листочков это значит что пора пора уже приступать к пикировке колиусов в отдельные емкости и так прежде чем мы начнем пикировку емкость в которой находится все наши растения мы очень обильно проливаем водой я вот так из груши не боясь ничего мы просто заливаем их как следует водой это позволит нам не травмировать слишком сильно корневую систему растений они хорошо нашу пикировку переживут и все у нас с вами удачно получится и так емкость отставляем буквально на минуту чтобы жидкость вся впиталась и нам необходимо подготовить емкости отдельные у меня как вы видите это обычные пластиковые стаканчики на дне я сделала несколько дренажных отверстий наполнила легким питательным грунтом на основе торфа впрочем это тот же грунт который я использовала для посева семян его также немного смочила водой берем один стаканчик делаем здесь углубление подготавливаем луночку если можно так сказать и аккуратно удобным предметом извлекаем одно растение из емкости посмотрите пожалуйста как выглядит корневая система на достаточно мощная сильная и конечно же уже давным-давно пора наши молодые растения переносить в емкости отдельные и так растение аккуратно в луночку опускаем также чуть-чуть водички чтобы корешки расправились наше растение помещаем по центру как это получается чуть-чуть можно вдавить и уже земелькой прижимаем чтобы никаких пустот у нас с вами не было вот несколько растений я уже поместила в отдельные емкости обращаю ваше внимание что углубляю я молодые колеуса до семидольных листочков боятся не нужно они должны достаточно хорошо удерживаться в почве и вот именно таким образом правильно их мы высаживаем уже в отдельные емкости если говорить про уход который необходим колеусу на данном этапе то первые два три денечка после распикирования в отдельные емкости растения нужно немного притянить ни в коем случае не под прямыми солнечными лучами мы их не выставляем и полив сделаем достаточно обильный поэтому ближайший полив не раньше чем через 7-10 дней температурный режим у меня по-прежнему комнатный но думаю что после 3-4 дней после пикировки вынесу их конечно уже в теплицу поскольку такая возможность у меня появилась посмотрим как будут чувствовать себя колеуса через некоторое время у нас конец мая вот посмотрите пожалуйста как выглядит рассада колеуса в настоящий момент буквально через несколько дней после распикирования растений в отдельные емкости я перенесла их в теплицу где они находились по сей день у нас установилась более или менее теплая погода ночные температуры позволяют высадить рассаду на постоянное место и все же я приняла решение высадить колеус уже на грядку поскольку конечно все же объем не совсем подходящий маловато и если посмотреть на корневую систему то там конечно уже все буквально плетено корешками сейчас я растение извлеку из стаканчика вы все буквально увидите что конечно она уже вовсю просится на грядку поскольку перезревает уже в таких маленьких объемах ну что ж будем надеяться что все у нас будет хорошо и вот в качестве бордюрного растения я решила высадить ее на данную грядку да простят меня все те кто высаживает растение достаточно редко я все же приверженец плотных посадок и считаю что если растению будет достаточно питания и влаги то все будет хорошо и они буквально сомкнутся в процессе роста и развития у меня будет сплошной ковер из цветов посмотрим будет это или нет а сейчас мы высаживаем оставшиеся растения в грядку я предварительно грядку конечно подготовила сделала луночки в каждую из лунок я внесла буквально по совочку качественного компоста это такая черная черная земля не нужно путать это со свежей органикой поскольку свежий навоз ни в коем случае мы не вносим в грядке иначе он нам подпортит все дело а именно хороший качественный компост либо гумус это то что необходимо растению на всех этапах роста и развития далее в каждую луночку в соответствии с инструкцией я вносила комплексное гранулированное минеральное удобрение с преобладанием фосфора и калия все это тщательно перемешивала добавляла сюда конечно земельку из грядки сверху все тщательнейшим образом перемешивала и сейчас нам остается немного налить воды как я сказала погода у нас в целом наладилась достаточно тепло но идут дожди и почва очень очень влажная то есть буквально чуть-чуть я наливаю воды в лунку также прежде чем производить любые манипуляции с растением их также обильно проливаем водой сейчас я извлекаю один колиус давайте посмотрим что там с корешками конечно все достаточно страшно вот вы можете видеть что все тут буквально оплетено и уже плотным кольцом корешки завиваются на донце то есть конечно пока они достаточно светлые но скоро уже корешки начинают отмирать становятся темными это конечно сигнал к тому что растение уже не хватает объема и так растение я помещаю в лунку аккуратненько прижимаю грунтом чтобы никуда она у нас не делась если у вас грунт сухой то можно сверху также хорошо полить я этого делать не буду поскольку почва достаточно влажная обязательно по возможности мульча это и питание защита и удобство при работе с растением удаление сорняков им сложно пробиться сквозь мульчу то есть хорошим слоем вокруг растений мы с вами мульчируем и мне буквально остается высадить последнее растение я надеюсь что все у нас пойдет хорошо и колиус приживется и посмотрим как будет чувствовать себя данное растение через некоторое время прошло три недели вот посмотрите пожалуйста как чувствует себя колиус в настоящий момент все растения хорошо прижились наращивают зеленую массу но данный сорт колиуса отличается именно такой темный интересный по окрасу листвой не зря этот сорт называется черный дракон и уже характерные для данного сорта прожилки такие розовато-красного цвета очень интересный сорт и как я уже сказала все растения замечательно прижились развиваются наращивают массу и в целом все идет по плану если говорить об уходе который необходим на данном этапе то это конечно же прополки рыхление за указанный промежуток времени у нас конечно стояла их по-настоящему летняя жара но не мудрено все-таки июнь месяц очень я рада тому что никаких возвратных заморозков не было было конечно прохладная погода или или холодные дожди но в целом понижение температуры до критичных показателей не было и все же обошлось скажем так и растение хорошо прижились и развиваются мульча также при высадке очень очень помогла поскольку вот именно дожди шли возможности после каждого дождичка полоть и рыхлить конечно не было все же мульча очень здорово экономит ваши силы время бороться с сорняками гораздо проще и быстрее то есть по возможности конечно мы с вами не упускаем возможность мульчирования растений все же это хорошая подспорье поливы также мы производились как так как почва высыхает здесь очень очень быстро думаю что по составу все же она достаточно песчаная буквально после одного дня такой настоящей жары палящего солнца она покрывается коркой и конечно очень сложно поддерживать его в хорошем рыхлом состоянии то есть конечно еще улучшать и улучшать нам нужно будет здесь состав грунта хочется также сказать о подкормках а за указанный промежуток времени никаких подкормок я не производила поскольку считаю что растение хорошо развиваются на данном этапе и ничего кроме того что уже было внесено в лунку при высадке то есть здесь и органика и комплексное минеральное удобрение здесь пока ничего я не хочу корректировать все идет хорошо если же в вашем случае после высадки вы видите что растения прижились и вроде развиваются неплохо но делают это достаточно медленно и в целом выглядит не очень здорово то комплексным минеральным удобрением мы можем как раз подкормить после двух недель от высадки рассады я думаю что это будет неплохо если опять же подчеркну что растение на ваш взгляд чах ленькие растут медленно и развиваются не очень ну что ж пока все если говорить об уходе посмотрим как будет чувствовать себя колиус через некоторое время прошло три недели вот посмотрите пожалуйста как чувствовать себя колиусом настоящий момент все идет очень очень неплохо растения окрепли подросли и как вы можете видеть вытянулись достаточно и уже готовится к цветению все же это бордюр на растение мы ценим не за красоту цветов а именно за декоративность листьев поэтому сейчас пришло время заняться обрезанием цветоносов они нам не к чему нам не к чему чтобы растение завязывала семена и тратила свои силы именно на продолжение рода если можно так выразиться поэтому сейчас вооружившись ножницами я обрезаю верхушки это стимулирует хорошо рост боковых побегов это именно то что нам необходимо не бойтесь колиус замечательно переносит стрижку поэтому смело верхушечки именно с цветоносами мы с вами обрезаем мы можем в целом формировать растение так как нам с вами хочется бояться ничего не нужно если он под вытянулся вы хотите сделать его более компактным более облиственным кустиком поэтому смело обрезайте все что вам не нравится и в целом если говорить об уходе который необходим колиусу то это в первую очередь конечно поливы о них мы с вами не забываем вот именно у нас сейчас стоит по-настоящему летняя жаркая погода днем выше 30 за 35 даже бывает поэтому поливы каждый день буквально почва высыхает очень очень быстро никаких подкормок я не произвожу прополки и рыхления по мере необходимости ну пожалуй все что пока необходимо растению на данном этапе посмотрим как будет чувствовать себя колиус через некоторое время прошло две недели вот посмотрите пожалуйста как замечательно чувствует себя колиус в настоящий момент по моему мнению он вырос еще больше стал еще более пышным поскольку мы с вами обрезали цветоносы но куст продолжает наращивать очень быстро боковые побеги очень декоративные замечательные рослые рослые растения если внимательно присмотреться то мы видим что растения все же так же здорово выпускают цветоносы я уже два раза успела подрезать их то есть они не прекращают процесс выпускания семян но в любом случае с точки зрения декоративности цветоносы нам совершенно не нужны иначе растение начнет бросит все силы на завязывание семян и продолжение рода нам этого с вами не нужно нам с вами нужен замечательный декоративный бордюр и вот как раз колиус очень здорово справляется с этой миссией очень нетребовательное неприхотливое растение как вы понимаете высадив рассаду колиуса мы с вами в настоящий момент заботимся только о поливах и больше ничего поскольку растения сомкнулись образуют сплошной ковер нет никакой сорняк ну буквально редкий редкий сорняк может пробиться между растениями нашими декоративными вот именно так я чуть-чуть бывает где-то если необходимо пропалываю мульча тоже помогает очень здорово экономить силы и время никаких подкормок единственное что еще раз подчеркну что поливы провожу обязательно поскольку у нас лето продолжается очень стоит сухая и жаркая погода конечно и дожди были но поливы про них мы не забываем иначе колиус может высохнуть и быстро потерять свою декоративность ну и хочу сказать еще о том что это замечательное растение как для открытого грунта для клумб цветников роботок бордюров также мы смело можем с вами его начеренковать просто опустив черенки в воду он великолепно очень быстро пускает корешки высаживаем в обычные домашние кашпо либо горшочки и сохраняем его в течение зимы а весной когда нам это с вами будет необходимо снова можем его начеренковать и получить уже замечательное растение для открытого грунта вот так легко и просто можно вырастить это очень декоративное растение видов колиуса при огромное множество очень нетребовательный яркий декоративно запоминающийся вид растений который я думаю не раз будет радовать вас своими замечательными ажурными листьями и своими декоративными качествами но на этом пожалуй все что хотела сказать и рассказать о выращивании колиуса желаю вам красивых цветов и до скорых встреч и